всем привет продолжаю рассказывать про свои покупки с выставки intersharm 2014 которая проходила осенью и в этом видео я вам расскажу про свои покупки от марки china glaze на самом деле были не только покупки но и несколько лаков предоставленных мне на обзор компании виктори которая является официальным дистрибьютором марки china glaze в россии и так как мне эти лаки все равно передали на intersharm то я думаю что будет допустимо все все обновки china glaze просто засунуть в одно видео и приятного вам просмотра предлагаю начать с новой коллекции коллекция называется giver и она выпущена к одноименному фильму вдохновлена можно сказать этим фильмом и я забыла как в русском прокате фильм называется но не отдающий а как-то в общем как-то по-другому забыла уже я выбрала из всей коллекции коллекция была очень интересная конечно вот я выбрала себе три оттенка и еще вот эти два я выбрала еще по сводчим в интернете когда видела какие там первые сводчи в сети а вот этот я выбрала уже на месте захотелось мне вот сейчас вы видите это такой теплый красный оттенок такой немного кирпично красный немного пожарно красный очень укрывистый крем плотный носится в один слой перекрывает полностью в один слой я нанесла 2 но потому что там кое-где первый слой запорола и уже решила наносить 2 не знаю видно ли это сейчас на камере но когда смотришь на саму жидкость лака видно что он не теплый а холодный но на финише и в бутыльке он все равно получается теплым с таким хорошим оранжевым баттоном а когда наносишь ему кажется что он точнее не кажется а видно что он на синей базе и что он должен быть вроде как холодным в общем интересный оттенок и чуть я не забыла про его название вот она здесь он у меня как вы поняли на ногтях как я уже сказала нанесла я его в два слоя но я вам гарантирую что он укрывает и в один у меня еще нанесены блестки про них я расскажу позже и в чистом виде вот этот лак на палитре так я сделала чуть чуть потемнее опять камеру чтобы вот эти два светлых оттенка можно было точно рассмотреть как вы понимаете наверное надеюсь что видно они не белые это самый светлый наверное в моей жизни розовый оттенок а этот самый светлый голубой то есть светлее розового и голубого лака для ногтей у меня еще пока не было вот этот который розовый он совсем похож на белый и только по сравнению с белым он видно что розоватый вот я приложу его к белой ромашки и я думаю что вы сможете оценить что он не белый он нежно нежно розовый очень нежно розовый этот цвет называется вот так и вот так он выглядит близко его не буду показывать чтобы цвет точнее передавался если близко показывают он выбеляется вот такой вот светло розовый и его брат светло-голубой оттенок называется нью-берс но по нему уже мне кажется видно что он точно не белая голубой на белой ромашки но вот так наверное более менее видно они просто над правда настолько светлые на ромашку и наносила в два слоя но я не знаю как на ногтях будет нужно будет в два слоя или в один наносить не уверена еще не но в один точно нет потому что у них текстура такая крем-желе что-то между вот либо как не плотный крем либо как крем перемешанный с желе как-то так но вот эти оттенки для меня очень интересные я их с удовольствием купила давайте покажу вам те блестки которые я нанесла пыталась сделать растяжку ну у меня растяжка всегда как-то с трудом получается почему-то не умею делать это блестки из какой-то старой коллекции медальон называется оттенок они золотистые и голографические просто густо замешанные мелкие блестки в прозрачной базе у нее не у нее у него вот этого лака очень слабая покрывающая способность и самостоятельно и выносить наверное не стоит вот я его пыталась почему-то сначала нанесла на весь ноготь на большом пальце мне не понравилось совершенно и потом я нанесла вот отсюда как растяжку сделала ну такой вариативный а вот здесь я его пыталась нанести очень плотно ну здесь по моему слоя 3 чтобы такая была плотная укрывистость нужно три слоя и они сохнут очень долго и не знаю если такое оттирать с ногтей то сколько времени на это уйдет но в принципе смотрится симпатично такую же по моему они даже из одной коллекции но точно я не уточняла извините за тавтологию я не уточняла из одной они коллекции или нет но по моему они стояли на одном распродажном стенде это тоже блестки вот золотые я вам показала эти блестки называются глиттер гоблин и здесь уже не золотистые медные такие ярко-медные блестки и голографические блестки в остальном текстура такая же этот лак уже смотрится по интенсивнее поярче здесь тоже я не помню сколько слоев но по моему слоя 3 чтобы получилось плотное покрытие но сверкать красивенько мне понравилось по моему по 100 рублей не стоили так что вообще бросовать цена такая была именно блестки на распродажных стендах я купила вот эти два лака и вот такой вот неоново персиковый но конечно камера его в жизни не передаст как надо будет сейчас показывать черти что но я не помню поскольку почему эти лаки были на распродажных стендах вообще у чайных глаз было несколько распродажных стендах по 100 рублей там по 130 или по 150 по 200 по 250 и так далее то есть самые дешевые лаки были по 100 вот скорее всего эти блестки купила по 100 а вот эти я уже дальше не помню вот давайте покажу в любом случае это знаменитый их лак который называется тренд сектор у меня его не было почему то не знаю почему хотя лак очень красивый как вы можете видеть он не матовый не кремовый он с мелкими с мельчайшими мельчайшими блестками но вот на выкраске здесь два слоя как вы видите эти блестки очень тонут они совсем мелкие и для того чтобы их стало хорошо видно можно легонечко потереть жидкостью для снятия лака вот на диск налить и слегка так протереть и тогда блестки вылезут но не знаю мне лично так больше нравится такой цвет недозрелой оливки что ли также вот такой цвет цвет вареный и риски называется он desert sun точнее вареной сгущенки либо и риски ну да как то так чуть чуть он видимо расслоился но взболтаю ничего страшного тоже такой очень приятный цвет люблю такие носить осенью и ношу вот он на ромашке в два слоя крем без спецэффектов без шиммера и так далее такой неоновый лак который конечно камера не захочет показывать с таким немножко хулиганским названием sun of a pitch он ярко персиковый но при этом несмотря на то что он яркий он еще и разбеленный как молочный что ли но так как он все равно не он камера его не захочет показать вот цвет sun of a pitch вы сможете набрать и увидеть свочи в принципе в интернете очень красивый цвет вообще неоны неоновые лаки у чайной глаз мне нравится очень у них такие нетривиальные оттенки у меня уже было и есть точнее несколько неоновых лаков в моей коллекции чайной глаз и это самые красивые неоны которые у меня вообще когда-либо были именно чайниковые поэтому если вы захотите неоновый лак какой-нибудь обратите внимание на неоновые варианты у чайников ну и на ромашки тоже наверное бесполезно показывать ооо совсем обесцветился ну вот он не знаю что там может быть видно в общем ладно бесполезняк дальше покажу вам те лаки которые мне как раз уже выдали на обзор вот два из них это представители осенней коллекции которая называется all aboard я выбрала сама как обычно выбираю и в этот раз выбрала два вот таких темных оттенка из этой коллекции вот этот называется lago designer package и это коричневое желе с золотой разноразмерной рваной слюдой этот лак я уже показывала в блоге и вы можете его увидеть вот здесь он на ромашке слюда его немножко тонет нужно его два слоя в принципе для идеального покрытия такой интересный непростой коричневый так скажем а второй вы уже наверное видите какой просто красавчик называется этот цвет чуть 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 взял мне кажется это будет хитом или уже наверное стал хитом видите какой он интересный хамелеонистый такой этот лак этот лак замешан тоже на он такой не темный не светлый на среднефиолетовой базе и с вот такой вот пылью замешанный золотистой зеленоватой которая пара под разными углами отливает разными оттенками в принципе само покрытие под разными углами света в разной температуре света отливает по-разному когда-то это покрытие кажется коричневым когда-то кажется прямо золотым когда-то кажется фиолетовым очень очень интересный лак вот здесь он у меня на ромашке ну вот вы примерно можете оценить эффект я его когда носила у меня прямо не знаю все глаза были прикованы постоянно к пальцам не такой интересно было разглядывать такой классный его кстати можно носить в два либо три слоя как самостоятельное покрытие либо поверх черной подложки либо какой-то очень темной подложки там в один или два слоя например один слой черного лака и один слой вот этого либо один слой черного лака и два слоя вот этого будет еще круче эффект будет раскрываться хорошо но я его носила самостоятельно как я уже сказал самостоятельно я выносила по моему в три слоя сейчас уже не помню наверное в три и отлично он раскрылся очень мне нравится вот здесь он тоже в самостоятельном виде без подложки вот эти два лака которые тоже я получила на обзор они принадлежат коллекции celebrate courage которая посвящена борьбе с раком груди вообще в эту коллекцию ваш по много женственных таких чисто девочковых оттенков и я выбрала себе два из них первые вы видите у меня в руках наверное сейчас на камере кажется что он белый но я уже его показывала тоже в блоге я делала для него фотосессию целую он не белый он нежно 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 лавандовый это самый нежный лавандовый который у меня когда-либо был то есть как вот этот например самый нежный голубой и розовый с той же серии а вот этот нежно лавандовый вот возможно сейчас будет видно на фоне белой пластмасски но в любом случае фотографии вы можете посмотреть этот лак называется капри диам и он с матовым финишем он во-первых плотный и укрылистый не знаю что вы сейчас можете увидеть но в принципе я так текстуру показываю вот то есть он не прозрачный как вы видите такой плотненький довольно но мне понадобилось все-таки два слоя на ногти нанести в два слоя он абсолютно полностью все перекрывает без полос и плеши как я уже сказала имеет матовый финиш смотрится супер нежно и красиво честное слово очень нарядно но лак при этом марки достаточно поэтому если вам нужно в чем-то не знаю цветном повозиться то будьте аккуратны там не знаю в шоколад за листья варенье не знаю что там может быть но матовый почти белый лак он конечно будет марки вот но выглядит супер нарядно очень мне понравился и второй лак я его еще не успела к сожалению за сводчить для блога еще не снимала фотографии носила его один раз уже красила и но не успела так получилось что не успела я сфотографировать и потом он уже был не свежий там когда у меня уже появилось время так что буду снова им красить им носить называется он strawberry fields это уже кремово-желейный лак розового ярко-розового цвета и как вы видите он золотистым шиммером этот шиммер довольно хорошо заметен он пытается неонить на камеру камера думает что это неон но это не неон скорее просто ярко-розовый цвет с золотом вот это капра дим но я не уверена что сводч будет информативным здесь лучше все-таки фотографию смотреть а вот это strawberry fields он похож сам на себя вполне этот видится совсем не бликует ничего как отсутствующий элемент какой-то но на самом деле он просто матовый а strawberry fields у него довольно таки неплохой свой глянь и осталось у меня два оттенка из этого видео и вообще из всех обновок от марки china glaze это два лака из осенней коллекции выпущены специально к эллоуину называется коллекция apocalypse of colors и это два таких очень интересных лака если вы в принципе интересуетесь сводчами и следите за новинками то скорее всего вы их видели потому что про них говорят многие это такие прикольные лаки вот сейчас я надеюсь видно что они одинаковые текстуры и очень сильно похожи вообще-то ну просто разного цвета здесь идет давайте на одном поближе покажу здесь идет такая металлизированная база в которой плавают во-первых мельчайший 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 шиммер и во-вторых плавают такие черные частички которые похожи на измельченный кулинарный мак на ногтях эти частички очень заметны и вот эта вся база когда подсыхает она оседает слегка как бы становится тоньше после высыхания и приобретает матовый финиш а вот эти черненькие частички остаются более-менее выпуклыми получается такая интересная текстура вот что красно-розовый что вот этот зеленый они одинаковые зеленый называется подав корпус красный я тоже уже их показывала в блоге показывала относительно недавно делала с ними комбинированный маникюр ну естественно если у меня два таких лака которые идеально сочетаются друг с другом и ими двумя и накрасила сфотографировала уже все вы можете смотреть это сочетание напоминает мне даже не столько зомбаков и прочую там нечисть сколько знаете рождественские какие-то вещи то есть такой красный с таким правильным зеленым и что-то там есть еще и блестящие в общем что же такое рождественское покажу вам в любом случае их на ромашке сейчас покажу близко вот видите металлизированная база видно что она как сатиновая на эти два оттенка естественно смотрим и текстура у него матовый финиш у него матовый если вот этот вот чуть-чуть чузью который он глянцевый прям блестит тут нет топа он сам по себе так блестит вот этот видно что совсем матовые вот эти два и черненькие частички очень хорошо видны они как бы приподнимаются над этой матовой текстурой но при этом лак я не могу сказать что он песочный например он не песочный на текстуру вот эти частички создают небольшую в общем интересные такие лаки интересная новинка стоящее внимание понравились и покупки мои и лаки которые получила на обзор большое спасибо компании виктори в общем я такая довольна надеюсь вам было интересно может быть полезно в любом случае жду ваших комментариев пишите комментируйте обнимаю пока пока